здравствуйте товарищи на авроре передача из цикла русская идея вызова современности сегодня в гостях у нас ольга миронна зиновьева президент биографического института александра зиновьева сопредседателя зиновьевского клуба здравствуйте ольга мирон добрый вечер и павел единич фокин кандидат филологических наук автор биографии зиновьева серии жизнь замечательных людей здравствуйте павел единич ахтобиография биографии да биография оговорился без грамматической ошибки я речи русской не люблю передача наша сегодня посвящена не только александру александровичу и не столько но объявленному году зиновьева который указ о чем подписан президентом россии владимир путином и мы рассчитываем что это будет целый цикл передач и если получится и еще некоторые материалы мы будем публиковать на сайте авроры и будем вам рассказывать я хотел бы начать нашу передачу с одного вопроса который я прочитал в бессмертной википедии википедии написано что александр зиновьев считал что россия обречена почему он так считал правду ли написано и почему он так считал и согласны ли вы стать знаете по поводу по поводу правдивости википедии есть разные мнения есть разные опыты поэтому в данный момент я вернее в данной истории я могу сказать да сан саныч так говорил у него было глубокое убеждение наблюдая все те процессы которые происходят в нашей стране не в этой стране а в нашей стране над нашей страной и вокруг нашей страны он как человек наделенный феноменальным аналитическим умом не мог подумать иначе и не мог и как человек предельно честный не мог это умолчать более того своими произведениями своими публичными выступлениями он кричал и призывал людей обратить на внимание на то что наша страна в страшном страшном состоянии в плохом состоянии ее нужно собирать ее нужно лечить ее нужно избавлять от всего того что накопилось знаете как ракушки на старом корабле да но его позиция не была понятна всем тем кто скажем при советской власти обслуживал наш эстеблишмент они назвали его позицию такую позицию паникерской но в чем вообще настоящего фронтового офицера летчика штурмовой авиации ей богу обвинить было невозможно это была высокая гражданская ответственная критическая позиция по отношению к своей собственной стране я должна заметить удивлю вас или не удивлю вы знаете я была согласна с ансанычем все 40 лет нашей совместной жизни это были переживания не твои мои это были наши это была наша общая работа это были наши общие проблемы горести потери переживания наш общей трагедии когда нас выставляли из собственной страны дело не в том что я жена которую боится мужа своего мы с ним сражались по-своему у нас бывали моменты когда я достаточно четко высказывалась по в плане своего несогласия но это в основном касалось только литературного процесса а что касается его безупречной гражданской политической позиции я всегда была его мнение сейчас у вас изменились ощущения что россия обречена свет в конце туннеля не встречный поезд или это или вы по-прежнему так считаете вы знаете я мне вообще не свойственно стоять на позиции пессимизма без надежности пессимизма безысходности я я оптимист доведенной до предела я знаю что все может быть гораздо хуже но я оптимист поэтому я вижу возможности что-то исправить но по крайней мере мы живем работаем трудимся сражаемся но смотрите кто бы мог предположить допустим 10 лет тому назад что президент подпишет указ по столетию зиновьева силы накопившиеся в стране которые сделали все возможное чтобы страна наша действительно знаете как по желобу помчалась вниз куда-то они делали все возможное чтобы от зиновьева и следа не осталось однако же у нас мы накануне великого года празднования столетия моего мужа значит есть такие силы в обществе значит зиновьев востребован сейчас он востребован как никогда время зиновьева пришло полу венч вы что скажете я тут присоединюсь к ольгам ироне в том плане что действительно надо подходить к ну это и относится не только к александр сандровичу зиновьеву и другим высказываниям других наших выдающихся мыслителей когда мы цитируем на что надо подходить к их словам всегда исторически да и смотреть в какой ситуации в какой момент они сказаны да и почему они сказаны просто выдергивать играть вот зиновьев говорил зиновьев прожил 83 года 4 года да и за это время много чего сказал люди лодки отживешь свое пока очень много разных ракушек налипает нам на бока и ситуация всегда менялась и он действительно реагировал на ту ситуацию которая была давал ей очень четкий и нелицеприятную оценку и он конечно в своей публицистической деятельности гражданской как действительно подлинный гражданин своего отечества он старался заострить естественно проблему и даже ее вот как сказать абсолютизировать в некоторой степени да поэтому иногда он может быть в слишком категорично высказывался но реально вспомним те годы конец 90-х начала 2 2000-х годов а это именно сказано тогда было ситуация в стране была очень драматичной и рушилась все рушилась экономика рушилась образование рушилась внутренняя политика внешняя политика все распадалось мы это прекрасно еще помним и казалось что действительно вот невозможен уже вот в тех условиях там невозможно какой-то какой-то оборот потому что все вся элита которая выглавляла в то время россию она уже была готова ее сдать была готова и и продать готова была ее разрушить а народ них не находил в себе сил противостоять этому не был он был просто истощен он просто был уже изможден вот этим десятилетием лихих 90-х просто вымер кто-то самые сильные погибли кто-то уехал то есть это действительно ситуация была полного развала и и александр саныч не мог как-то игнорировать эти обстоятельства но он ведь всегда говорил что он занимается он социолог он ученый и он занимается научным прогнозированием а не предсказаниями не пророчествами а именно прогнозированием и он всегда говорил о том что это зафиксировано в его этой замечательной последней книге фактор понимания что научный прогноз он основывается на определенных посылках на определенных данных которыми располагает исследователь ученый он их анализирует и он с ними работает но всегда есть не некие факторы которые которые неизвестны вот в тот момент исследователю да они могут наступить позже это какие-то могут быть там субъективные обстоятельства объективные обстоятельства и прогноз не сработает это не значит что прогноз неправильный ошибочный просто это прогноз на ту ситуацию которая была когда появляется и это не значит что не ситуация вот по прогнозируемой ситуации не может измениться и даже в противоположную сторону если вот возникнут эти обстоятельства какие-то да то есть вот тут очень важно понимать саму структуру мысли да вот что касается нашего сегодняшнего дня я думаю что все равно мы пока колеблемся над бездной главное не сделать шаг вперед да стоим на кровью бездне главное сделать шаг вперед вот ну на самом деле если мы возьмем технические системы которые мне в общем-то ближе то в любой технической системе в в рамках неустойчивости и и дали бесконечно малое воздействие может привести к бесконечно высокому большому от нас если для социальных систем это то же самое сейчас достаточно большое количество публикуется издание они конечно малотиражные на специфического читателя это математические методы в социологии где очень многие процессы технических систем имеют схожесть по описанию с системе социальным другое дело что для этого немножко другой тип мышления должен быть нежели нас учили прежде даже от детерминизма на датка отказываться мир значительно сложнее и мы в этот очень сложный мир уже фактически важный вы знаете я не могу ствол честно скажу вам да не могу себя назвать знатоком творчества но и и возможно что те программы которые надеюсь нам удастся сделать расширит мой кругозор но вот как писателя даем частности недавно перечитанный мной глобальный человек я его читал 20 лет назад и это было другое понимает пожалуй меня отправили его ну скажем в один ряд не с хаксли что характерно и даже не с брэдбери а вот этот мир фантастический футурологический описан был детским писателем крапивиным где вот это излишняя цифровизация да да и задает все рамки когда человек не может ну он находится очень жестких колее да то есть когда и самое интересное что но у детского писателя дети ломают эту систему потому что они ничего недостаточно отформатирован что удивительно да то есть я тогда я этого этих параллелей не провел но наверное мозг развился до чего вот скажите пожалуйста мы же с вами все хорошо помним позднесоветские глупости да это был мир в общем-то значительно более справедливый чем тот которым мы живем да но тем не не менее количество глупостей там было колоссально и эти с глупости были они по мелочам людей доставали но какая разница до условно говоря четыре или пять у тебя я был на участке по большому счету вот по согласно вот и нас этих мелочей но тем не менее ведь от зияющих высот путь дом глобального человекника а временной не очень большой был вы согласны бесспорно а что произошло вот я понимаю что и по всем отвлекам людей зиновьева знаешь я понимаю что это был человек очень искренне и честно это иногда тяжело вы понимаете для сильно тяжело и всегда да хорошо особенно чем ближе вы находитесь и тяжелее но тем не менее этот путь был пройден очень быстро на мой взгляд что послужило вот этими внешними факторами которые так изменили внутренний мир внутренний мир александр александр но внутри понимания мира давайте так скажем вы знаете я вам скажу так может быть такие категорические суждения что что-то поменяла внутренний мир или внутренние установки наверное к нему это не применимо потому что в известной степени зиновьев был константа он мир его суждений его научная позиция они зердились на одной базе на истине только истине ничего другого кроме истины он не мог изменить предмет которым который он изучал а предмет менялся страсть его любовная его страсть или страсть его любви советский союз советской системы менялись на глазах поэтому когда допустим александра александровича обвиняли или к нему предъявляли претензии был антисталинистом потом вдруг превратился в просто линиста это несправедливо постольку поскольку эпоха вот то сам тот короткий участок времени да который мы драматически прожили все вместе он как раз и является доказательством того что меняется предмет меняется меняется тело нашей системы меняется вот знаете это происходит как вот как круги нефтяные на воде да пятно вроде бы одно но зависимости от одного от малейшего поворота вас появляются другие картины да да и александр александрович в этом плане он никогда не изменял своей системе ценности оценочной системе он был четкий как ну блестяще налаженной в этих нарь вы знаете что такое блестяще налажена рабочая работающая машина не надо ее трогать да главное не трогать не надо главное ни в коем случае если она работает не прикасайтесь к ней не дергайте за тумблеры за всякие там краники так вот зенуевская машина это был человек абсолютного ума если он говорил если он призывал людей обратить внимание на те или иные проблемы это было не от того что изменилось изменились проблемы в желудочном тракте боже сохрани он фиксировал знаете это был абсолютный абсолютный социальный и научный нерв нашей страны человек редчайшего редчайшего таланта я говорю не потому что я его жена я не вдова я жена его по-прежнему понимаете он не изменял ни себе не времени не той установки не той клятве данные самому себе в юности еще он будет говорить правду он будет идти этой тяжеленной дорогой на голгофу он шел на эту голгофу он знал что он делал не в состоянии аффекта это было абсолютно четко работавший феноменальный мозговой механизм который он вычислял это не не первые машины вычислительные машины это была новейшая всегда новейшая машина тонко настроенные на все те превходящие изменения которые мы все переживали вместе кто-то мог это сформатировать в виде допустим жалобу и надо мясо подорожало у зинового был другой подход я не знаю ответила на ваш вопрос или нет павел генч любом случае добавить да я понял что когда вы так противопоставляете зина изъяющие высоты и глобальный человек вы имеете ввиду ну такой такие определения что как бы вот зияющие высоты это антисоветская книга глобальный человек это такая антизападническая история не могу сказать что я противоставляю ну ваше случае вы и мы снимаем другая тональность полюса как бы вот эти да но на самом деле это действительно единое целое я даже более того считаю что глобальный человек это изъяющие высоты просто на новом уровне а вот то есть это итог вот этого большого двадцатилетнего пути когда проанализирует действительно непрерывно шла работа с социальным и интеллектуальным политическим материалом и шла его обработка и в желтом доме и во всех последующих романах они вообще составляют единый текст да как тот читатель зиновьева который прочел все произведения александра Александровича он не будет так сказать со мной спорить на эту тему потому что органика она она чувствуется везде но я бы вот акцентировал другой момент и собственно в чем в чем это единство и все-таки зияющие высоты были антисоветскими ну так сказать очень условно и глупости они скорее были протестом против власти посредственности которая в результате от сложного опять же исторического процесса пришла к власти да на волне демократии вроде бы народная демократия которая в начале революции сделал героические усилия по при превращению отсталой страны в передовую державу значит экономическую ну насколько это было возможно в тех условиях и я так сказать я имею в виду не сравнение с америка когда которая не воевала от сравнение вот с самой с самой россии вот и вот в результате этой и в том числе и внутренней внутренней социальной борьбы которая шла в обществе да у власти оказался вот этот вот усредненный посредственный самодовольный человек который встал в борьбу и в противостояние с личностями яркими выдающимися теми самыми которые собственно и создают прогресс те которые делают движение и это остро ощутимо было вот для всех не только для зиновьева в 60 70-е годы все так называемые диссиденты которые на самом деле я не имею до политических которые осознанно выбрали так сказать путь политического инакомыслия а вот тот же высоцкий там это далее который никогда не было диссидентом так но но его воспринимали именно так как или галич вот они просто были жертвами вот этой этого этой атаки бездарей посредственности и середины и об этом же глобальный человек только речь идет о том что вот эта посредственность взяла власть уже на конь на планетном уровне на цивилизационном уровне и на самом деле опять же вот действительно сегодня эта книга читается как написанная просто вот вчера да мы мы видим по всей по всей планете этот эту власть этих посредственностей ее величество серость ее величество серость и где эта серость абсолютизируется да и возводится в идеал что именно обыкновенный человек вот с его почесываниями с его какими-то ничтожеством да это вот и есть личность это то что мы видим в интернете да в фейсбуке все эти лайки все эти в тик токе попытки там собрать этот хайп ничтожная личность которая вообще ничего из себя не представляет она заявляет о себе что у нее миллион подписчиков ее миллиард человек просмотрели она заработала колоссальные деньги на этом формулировка я этого достойно и при этом да и при этом они себя реально считают властителями мира но простите если вот эти хайперы окажутся в руля то ну конец света уже так сказать будет не не за горами высоцкого вспоминаем да а полководец шею короткой должен быть любые времена чтобы грудь впал части от подбородка от затылка сразу чтоб спина на короткой незаметной шее голове удобнее сидеть и душить значительно труднее и арканом не за что за эти задеть они вытягивают шеи и встают на кончике носков чтобы видеть дальше и вернее нужно поглядеть поверх голов но кстати вы знаете мне в мои совсем молодые годы повезло не повезло оказаться в одной компании достаточно взрослых людей где вот один из этих диссидентов начал свое выступление и там был было не побоитесь не побоитесь назвать фамилию этого диссидента щедрович его фамилия было вот и у а там была одна женщина которая была это скажем из второго ряда номенклатура ну так квалифицированной то сильно работник вот управленец не и она ему сказала замечательную фразу такую что они учились в одном классе поэтому она могла ему сказать все что угодно она им сказала боба ты говоришь о тех проблемах которые у нас есть с ненавистью а надо говорить с болью совершенно замечательные слова я вот как-то к этому стал вот так относиться так вот это позиция александра александровича он болел он страдал за нашу страну когда нас выставили вы понимаете как с какими чувствами мы это как раз был 78 год когда я вот его в этой компании оказался да вот дом то есть в отец меня взял просто навстречу одноклассников одноклассники говорим между собой да 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 и понимаете та среда в которой мы ноленс воленс оказались живя в мюнхене ну находясь в эмиграции она конечно была переполнена людьми которые не испытывали никаких положительных чувств никаких положительных переживаний по отношению к нашей исторической родине то есть доходило до абсолютного абсурда происходит какая-то катастрофа у нас ну там самолет разбился какое-то извержение вулкана или так им и надо да но с какой страстью с какой ненавистью с какой вообще зловредностью это все произносилось у сан саныч никогда мы мы не могли себе позволить эту такую позицию но просто в силу того что это твоя родина все что с нами произошло как нас выставили как нас выставили из советского общества как как я говорю закрылись ворота железной крепости как его лишили всех званий как его разжаловали в рядовые ни с кем так не поступили в рядовые боевого офицера понимаете и он много раз говорил об этом все это были дела это не родина нас выгнала это выставили вот эти мерзавцы которые вас воспользовались правом говорить от имени родины я понимаю у каждого преступления у каждого поступка всегда есть фамилия имя отчество и мы знаем эти имена и отчество и фамилии но у нас было другое отношение к родине она для нас была священным понятием я вам говорю без аффектации я говорю вам просто о том отношении нас много жда упрекали это еще даже была в нашу бытность в москве когда еще высоты не были написаны нас упрекали в том что мы живем на катурных мы высоко относимся это не театральное отношение к жизни а мы живем и видим главное существенное основополагающее ценностное то что отличает нашу допустим страну наш система от другой мы жили да мы жили на катурных мы этого не скрывали мы этим гордились нас в этом прикол мирапом продашвили так что-то я не знаю совсем что в другую сторону не ну вы понимаете мы же пытаемся сделать так всем дать объемный образ и да это нужно кстати насчет объемного образ ведь ни один человек как бы нам не хотелось даже даже я ошибаюсь как я всегда моя покойная мама говорил в этом случае слышали надо чего же обидно все сама испортил даже ругать некого ведь любое познание быть важнее даже наверное не истина поиск истины важнее ну как у детей подготовка игры важнее чем самая вот она ведь был путь ошибок какой-то он же не сразу пришел и наверное все равно до конца же все равно не всегда остается что-то впереди что-то не сделанное да но вот этот вот путь как александр саныч реагировал на изменение своего мнения на те осознание своих ошибок вы знаете у него не было вот этого такого истового отношения колотить себя кулаком в грудь и поспать голову пеплом это не его была позиция безусловно но он я еще раз повторяю он то что видел анализировал придавал своим формулах выкладывал это на бумагу у него не было такого ощущения боже мой да что же я такое натворил да куда же меня понесло я ни разу от него таких высказываний не слышала не в состоянии возбужденным не состоянии более спокойным он был человеком эмоциональным такого не было то есть было осознание что что-то он проглядел когда мы были допустим москве еще когда мы были еще советском союзе но по такому по крупному помолу по большому счету нет таких признаний не было ну таких признаний не было но александр саныч понимал как бы и свою роль вообще в жизни да в социальной в общественной жизни он понимал и он готов был нести ответственность за то вот мне так довелось я дважды только видели александр саныч и первый раз это было в москве на презентации как раз глобального человека которая проходила в магазине библиоглобус и вот там он произнес слова которые меня поразили тогда тоже и поразили именно своей вот этой бескомпромиссностью и честностью по отношению к себе он сказал на что ну вот если бы я знал как мои книги будут использованы да я бы может быть не стал бы их писать то есть он понимал что его использовали он понимал что он это как как художник как человек как гражданин он не мог не написать этих книг он не мог не написать этих книг в тот момент когда он создавал их этом это момент конечно горение до кипения лавы, и вулкан, он как бы себя не может контролировать и сдерживать. Он должен извергнуться, он должен выплеснуть эту энергию из себя. Но в отличие от вулкана, который выплеснет, разрушит все и дальше заснет, чтобы через какое-то время снова начинать разрушение... Александр Александрович, он постоянно и себя оценивал и смотрел, и он умел взглянуть на себя с этой высоты объективной научной данности, и как бы ему не льстила самолюбию вот эта слава мировая, которая пришла с зияющими высотами, и это было фантастическое, как это феерический период. Я вот, занимаясь биографией, листал, просматривал эти газеты, когда чуть не каждый день публикации, связанные с Александровичем, с его книгами, интервью, с ним огромные полосные интервью в газетах, масса фотографий, телевидение, непрерывные какие-то встречи в самых разных интеллектуальных и политических верхах. То есть, человек, который бы такое пережил, я думаю, он бы потом всю жизнь и лелеял бы вот эту память, и вот эту свою славу, и этой бы славой, наверное, пытался бы всех подавить и забросать, и так далее. Но Александру Александровичу хватало честности человеческой понимать, что вот эта слава, она была вообще-то, так сказать, о двух, что называется, концах она имела, что эта слава, для него слава была орудием против его страны. Да. Он это понимал и осознавал, и мог в этом честно признаться. Поэтому, опять же, здесь эта целостность, опять же, натуры лишний раз нам подтверждает его фантастическое мужество, так по отношению к себе высказывалось. Он не гладил свою литературную грыжу никогда. И действительно, хорошо, что вы вспомнили эту фразу, это не фраза, это позиция. Это позиция была. Позиция, безусловная. Звучная позиция. Да, да, да. Он категорически, он не то, что между собой, он говорил это на трибуне, он это говорил в свои первые приезды в Россию, когда мы еще не вернулись совсем домой, он говорил, что если бы я знал, иногда он даже очень жестко говорил об этом, если бы я знал, что мои книги послужат вот таким основанием, фундаментом и превратятся в оружие против моей страны, я не написал бы ни строчки. Исчерпывающий ответ. Ольга Мироновна, ну вот ведь так или иначе человек все равно как-то прогнозирует, как его слово отзовется. Ну, мы это понимаем с вами, да, то есть, а как планировал Александр Александрович, что отзовется его слово, ну, в частности, в зияющих высотах? Вы же понимаете, да, что он же какую-то цель преследовал не только написать. То есть, я же понимаю, вот, в частности, опять же, поскольку «Глобальный человек» перечитан недавно, то это свежее воспоминание. Я понимаю, да, что это предупреждение миру и пессимистичное предупреждение. Да. Да. А к чему тогда же не было понимания, я думаю, еще, что «Глобальный человек» появится возможностям? Зияющий высот – это про что-то другое. Это на другое направлено. На что направлено? Зияющий высот – это крик. Это вопль души, израненной души, израненного кровоточащего сердца, мозги, которые вскипели, и уже они не могли остановиться. Он не мог уже больше молчать. То есть, понимаете, что такое диалектическая капля? Да? Вот все вроде бы в порядке, появляются капли, и все выплескивается наружу. Далектическая масса. Совершенно верно. Вот все, что происходило с ним, все, что происходило с нашей страной, каждое из событий добавляло свою каплю. И его личное, по его судьбе, по его академической карьере, когда среда уже не выдержала Зиновьева в таком объеме, когда его избрали еще в Финскую академию наук, это вообще скандал, безогриманно со стороны ЦК КПСС, такого не бывает. Старшего Капицу и Зиновьева избрали одновременно академиками в эту, это очень особенная академия, которая высоко котировалась среди математиков или представителей точной науки, методологов и так далее. И когда среда уже, которая терпела, терпела Зиновьева, а тут еще и его Зиновьевская школа, которая стала, опять же, по заявлению президента Финской академии наук, фон Врикта, что это ведущая, главная и самая яркая логическая школа в Советском Союзе. Ну кто же это выдержит? Что такое скорбь о благе ближнего, вы прекрасно знаете. В любой профессии это проявляется, да? Ненависть, злость, серость. Зависть ужасная. Чудовищная. Вот вспомните фильм Амадеус, да? Главный действующий лиц, это зависть. Спектакль смотрел. Ой, вам надо этот фильм посмотреть обязательно. Я смотрел и со стрыжельчиком, и с табаковым спектаклем. Так-то, я думаю, в БДТ сделали как надо. Я допускаю. Наверное, так оно и есть. И поэтому Сан Саныч не мог не написать эту книгу. Более того, я скажу следующее. Он пару раз вот до того, как мы стали регулярно работать с ней, а я печатала все тысячи его страниц, естественно. И было несколько попыток, и они не состоялись. Он принимал эти чудовищные, горяченные, кипяченые, в кипящей воде ванны. И я записывала, и ночью он скакивал, я записывала, и так далее, и так далее. И вот однажды все это как-то вот сплелось, сгустилось, состоялось. Он начал мне диктовать, я пишу. Он останавливается и говорит, ничего получается. Вы знаете, я обомлела. Вот у меня вот это ощущение, это открытие. Для меня это было, это абсолютное литературное открытие было. Я на него посмотрела квадратными совершенно глазами. Я говорю, слушай, ты знаешь, простите, это абсолютная Нобелевская премия. Это мое восприятие Нобелевской премии того времени. Я сейчас уже... То есть, сейчас молчим, да? Да, да, не будем, да, не будем говорить о больном. И он продолжал работать. И когда уже завершилась работа, а постепенно мы куски рукописи переправляли на Запад, наступил момент, когда нам ответил наш будущий издатель и предложил эту книгу издавать. Вот тот момент был, конечно, предельно судьбинным в нашей жизни. И в решении всего того, что мы сами на себя, по сути, обрушили, но не в состоянии аффекта, а осознавая то, что... Короче говоря, Сан Саныч мне задает вопрос. Ну что, мы будем ее печатать? Я задаю вопрос от Контра, с другой стороны. Я говорю, а ты можешь себе представить твою жизнь дальше? Допустим, она напечатана. Допустим, в смысле, вот мы эту нашу рукопись, кусочки рукописи, прячем по разным чемоданам, по разным ящикам. Ты сможешь работать дальше и жить дальше, как будто бы этой книги нет? Он говорит, нет. Я говорю, а что там обсуждать? То есть, понимаете, вот тогда она и состоялась. Это был, поверьте мне, это был очень трудный момент в нашей жизни. Но иначе решить было нельзя. А Сан Саныч часто ссылался на мое предсказание по поводу... Он говорит, ну ведь Оля сказала, что это добелевский уровень. Вы с собой о чем-то не согласны? Нет, я не то, что не согласен. Я просто вернувшись... Немножко Ольга Мирон замечательно рассказала историю создания, вот этого процесса, вернуться к вашему вопросу по поводу того, что же преследовалось. Ведь все-таки действительно, помимо вот этого переполненного сосуда и терпения, там, безусловно, есть очень внятная, выраженная позиция идеологическая. И это тоже антиглобалистская позиция. Потому что в тот период, мы вспомним, это середина 70-х годов, Советский Союз – одна из самых авторитетных держав мира, обладающая колоссальным военным потенциалом, да, это Варшавский договор, который сегодня все благополучно забыли, а тогда это мощная... А зря забыли. Мощная военная организация, да, мир, поделенный на две части, и абсолютная уверенность в том, что вообще-то дальше, дальше впереди это, ну, через, там, 5-10-20 лет, вся Европа, весь мир будет розового цвета, будет коммунистический. Монтелл с розовым, но по-другому. И реальные опасения о том, что до Берлина русские танки могут зайти до 2 часа, правильно, ну, даже не до Берлина, а до Бонна, Берлин-то и так наш был, да, там до Парижа и прочее, что вообще нет особых-то ограничений. И он боялся вот этой советского глобализма, потому что советский глобализм вот в тот момент, который он переживал в каком-то состоянии, это был уже глобализм в той же самой посредственности, только в другой форме, в другой окраске, в другой идеологии. А Запад, это все-таки был в тот момент, Запад, это была страна индивидуальности в массе своей. Вот сейчас это уже переработанные, так сказать, материалы, и мы имеем там другую историю. Но, если мы вспомним как раз сам текст «Зияющих высот», там же как раз нарисована эта антиутопия, когда весь мир уже стал коммунистическим, и только там маленькая какая-то страна, ей выделена специально территория для того... Не-не-не, там какая-то, как она там называется, недружественная какая-то государственная, в общем, маленькая территория, которая вот она оставлена... Для разводки. Да, для того, чтобы было, так сказать, был предмет борьбы, было идеологически противник. А вообще территориально она там какой-то маленький островок занимает. То есть, это была реальная ситуация, когда действительно Советский Союз мог... Наступал. И наступал, и мог... Уже отступал тогда. Нет, нет, нет. Это его... Идеологически наступал. Идеологически наступал, безусловно. Безусловно. Этот вопрос поднимем обязательно. Хорошо. Да, вот не сегодня, потому что это очень большая тема. Конечно, конечно. Извините, переработок. Да, и поэтому пафос зияющих высот, это тот же самый пафос, что и пафос глобального человейника. Пафос борьбы с тотальной невежественностью, с тотальным средним человеком, с вот этим... Собственно, он и говорил этим словом, оболваниванием, с этими оболваненными людьми. Вот оболванивание тогда носило иной характер. Оно не имело этих ресурсов цифровых технологий, которые сегодня оно имеет. Но процесс шел, оболванивание, понимаете? И он боролся с ним. И вот незадолго, как раз до последних дней его жизни, Сан Саныч болезненно, тревожно реагировал на то, что происходит с западным миром, с западной Европой. Он говорил, он боялся за судьбу западной цивилизации. Дело не потому, что мы 21 год прожили там. Мы не гужевали, мы там жили и работали. Он понимал, что сохранение западной цивилизации есть уже для всего остального мира гарантия. Не светлого будущего, но гарантия развития. Но то, что происходит сейчас, мы видим, его беспокойство не оказалось беспредметным. То, что происходит сейчас в западном мире, в коллективном Западе, это то, что у вас хватает вообще вот так вот. Все перевернутые, с ног на голову поставленные так называемые ценности. И вообще то, что было ценностью, перестает таковым быть. Он волновался за судьбу планеты, за судьбу человечества. Потому что человек для него всегда звучал очень гордо. Опять же, объективно совершенно он понимал и говорил, никогда не скрывал, что Европа, европейская цивилизация, это высшее достижение человечества. Потому что это цивилизация, которая возросла на христианстве и которая сформулировала идеи гуманизма. И на этих идеях гуманизма возросло и просвещение, и все остальные просветительские проекты, направленные на человека. А далее, а наступает период, когда вот это сверхчеловечество, когда человек осознанно и тотально уничтожается, потому что он лишний, и он мешает, как человек хомо сапиенс, вот это гуманистическое, он мешает развитию глобалистского... Движения движения потоков. Да, великий поток. Цифровому миру мешает. Безлюдная демократия. Да? Да. Великолониальная демократия, как говорил Александр Александрович. Давайте последний вопрос. Я сформулирую немножко из другого литературного жанра. Не то, что жанра, из других литературных аллюзий. Я этот вопрос задал Андрею Ильичу Фурсову. И не буду говорить, как он ответил. Это интересно. Потому что путь не ясен. Есть на цель, не ясен путь. Вот если мы возьмем тот мир, который мы сейчас живем, это, пожалуй, глобальный человек, это антиутопия. Да? А в 1964 году братья Стругацки написали повесть «Хищные вещи век». Где вот этот механизм оболванивания, назовем так, ништяками всякими, был показан во всем. И вот, например, Сергей Переследин считает, что мы живем сейчас в мире хищных вещей век. В мир глобального чайника мы еще не пришли. Не доросли еще. Да, но просто по большому счету у Стругацких человечество, у Зиновьева человечество, вот мы сейчас находимся в мире, у Зиновьева человечество пошло в мир западоидов, в мир глобального человека. А у Стругацких появился полдень 22 века. Это мир утопичный, да, но мир значительно добрее. И у него получилось, что человечество пошло не всем путем. Не всем путем. Да, да. То есть тем, которым, на самом деле, наверное, и надо бы. То есть, да. А вот на ваш взгляд, вот в этой развилке, она там даже не точка бифуркации, точка полифуркации. Много путей сейчас у человечества. Что должно сделать человечество всего лишь на все, чтобы не пойти в глобальные человения? Вопрос очень хороший. И, конечно, на него не должна отвечать одна я. А все. Должно отвечать человечество. Все ответы. Оно должно осознать, осознать бесцельность или целенаправленность всего того, что происходит с нами. Уметь думать. Зиновь все время говорил. Умейте переумнить. Думай, читай. Так. Читай. Думай. Как у нас это было? Четыре слова. Живи, думай, читай, действуй. Понимаете? Не оставайся ни в коем образом, ни в коем случае без действующей фигуры, сидящей перед телевизором. Мы проморгали свою историю много раз. Как вы помните, в начале 90-х годов. Вот то, что у нас наблюдается сегодня, и не только у нас, но и вообще во всем цивилизованном мире, я не беру там. Который можно, наверное, цивилизованным назвать в кавычках. Ну, теперь уже, к сожалению, да, кавычки как-то становятся постоянным явлением во всех наших высказываниях. Все время все вот так вот показывают, да. Дело все в том, что человек обязан быть активным. Ты не уходи от решения вопроса. Ты среагируй хотя бы на том квадратном сантиметре ответственности, которое записано за тобой, или которое ты чувствуешь за собой. Вот и все. Ну, да, действительно, все действительно очень просто и одинаково сложно, да. Просто надо оставаться человеком, нужно быть человеком, нужно в себе это человеческое начало сохранять. Ну, а далее есть путь движения выше. Вот путь уже преображения какого-то духовного нравственного преодоления зла в себе и вокруг себя. в поступках, действительно, в деятельности какой-то, в неравнодушном отношении к миру. И самое главное, это действительно вот сохранять свою индивидуальность. И тогда, даже если эта индивидуальность не самая идеальная, речь не идет о том, что вы должны быть там абсолютным... Именно разнообразие нашего вида и здравоохранительного. Конечно. Да, конечно. Ну, еще есть одна фраза, которую я с удовольствием повторяю. Эта фраза, выдающаяся доктора позапрошлого столетия, доктора Газа, который говорил, если можешь, то должен. И он же говорил, спешите делать добро. Да, совершенно верно. Это его же фраза. И он успел. Товарищи, я благодарю вас за эмоциональный разговор. Я думаю, что мы задали темы и на некоторых других передач. Я надеюсь, что нашим слушателям и зрителям было интересно. И я надеюсь, что этот цикл у нас состоится. И мы все-таки от пропасти отступим назад, а не завязанными глазами сделаем этот ужасный шаг вперед. Люди, будьте бдительны. До свидания. Спасибо, до свидания. Всего доброго. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин